Здравствуйте друзья! В этом видео будем сравнивать две аккумуляторные цепные пилы Makita Duke 302 и Duke 356. Пилы разного ценового диапазона, но имеют общие черты. Обе они имеют компоновку с верхней ручкой, обе позволяют пилить только одной рукой и обе питаются от пары аккумуляторов общим напряжением 36 вольт. Каждая из них имеет как свои плюсы, так и минусы. Я хочу показать вам в чем же на самом деле разница. Итак, Duke 302. Довольно старая модель, оснащена щеточным двигателем. Имеет в своей конструкции понижающий редуктор, благодаря чему у нее впечатляющий крутящий момент. Но скорость цепи из-за редуктора низкая, всего 8 метров в секунду. Имеется возможность регулировки натяжения цепи без использования инструментов, да и в целом шину можно снять не используя ключ. Длина шины 30 сантиметров. Ее старшая сестра, Duke 356, на данный момент самая свежая и самая мощная пила в линейке LXT. Оснащена бесщеточным двигателем с наружным ротором, что позволяет ей обходиться без редуктора и благодаря чему скорость цепи у этой пилы целых 20 метров в секунду, как у большинства бензиновых пил. Регулировка натяжения цепи тут классическая, с использованием винта и зажимной гайки. Не так удобно, но многие говорят, что это надежнее. Длина шины у нее 35 сантиметров. Обе пилы оснащены стальными зубчатыми упорами и на обеих пилах имеются защитные щитки с тормозом цепи. Стоит отметить, что на 302 модели защитный щиток выполнен несколько проще и имеет всего одну точку крепления. А на 356 модели щиток крепится уже в двух точках, что выглядит более надежным. Ловитель цепи у 356 модели металлический, что связано с высокой скоростью цепи, которая более опасна при разрыве. У 302 модели ловитель пластиковый. Заливка масла в 302 модели осуществляется с правой стороны пилы, что довольно необычное решение. Для заливки вам понадобится установить пилу на двигатель и плоскую часть рукоятки. К сожалению, это положение не очень устойчивое и лучше всего это делать без аккумуляторов. У пилы имеется выдвижная скоба для подвешивания за карабин. Может пригодиться, если вы работаете на высоте. Снятие блокировки пуска производится нажатием боковой кнопки. Конструкция рукоятки тут довольно специфическая и отличается от большинства классических цепных пил. Как видите, имеется прямой участок, который под прямым углом переходит в загнутую часть, которая в свою очередь крепится к вентиляционной крышке двигателя. К сожалению, данная рукоятка не позволяет браться за нее в любом месте, как это можно делать с классической дугообразной ручкой. Эту ручку можно брать либо только сверху, либо только сбоку, без промежуточных вариантов. Отдельной кнопки проверки заряда у 302 модели нету, каждую батарею нужно проверять отдельно. Перейдем к 356 модели. Она оснащена централизованной кнопкой проверки заряда. Нажимаете ее и видите заряд обеих батареи сразу. Имеется откидная петля для подвешивания пилы при работе на высоте. Регулировка подачи масла расположена сверху и прикрыта резиновой заглушкой от грязи. На 302 пиле регулировка расположена снизу и ничем не закрыта. Боковая ручка у 356 модели гораздо более удобной формы и позволяет браться за нее в любом подходящем месте, под любым углом. В общем-то это стандартная классическая форма дополнительной ручки, которая используется на большинстве бензиновых цепных пил. Разбалкировка курка здесь производится нажатием ладони на верхний предохранитель, как на большинстве бензиновых пил. Пока его не опустишь, курок нажать нельзя. И как дополнительная мера безопасности, для включения пилы нужно ее сначала активировать, нажав на кнопку включения. Если предохранитель не нажат, то пила отключается очень быстро, за 3-5 секунд. Смотрите, я нажал кнопку, жду 5 секунд и вот пила уже выключилась. Если же нажать предохранитель, то отключение произойдет через 1 минуту. Заливка масла у 356 пилы производится с левой стороны, что является стандартным решением для большинства бензопил. У крышки есть специальная кнопка, при нажатии на которую поднимается лепесток. За этот лепесток пробка и откручивается. Кстати, пробка тут подстрахована при помощи синтетического шнурка, что довольно удобно. У 302 модели все немного иначе. Пробка крепится не на шнурке, а чем-то вроде толстой лески из пластика. Леска довольно жесткая и из-за этого пробка не всегда ложится туда, куда ее хотелось бы положить. Не сказал бы, что это существенный недостаток, но все-таки данное решение менее удобно. Для стандартного дерева, которое будет распиливаться, я использую брус 100 на 100. Поставлю 100 на 100, а потом 2 бруса 100 на 100. И самое интересное сравнить, как будут работать пилы на разных аккумуляторах. Попробую на 3-х амперных, на 2-х амперных, попробую Тепселевский 3-х амперный. Правда, он у меня только один, поэтому он будет в паре с Макитой. И попробую девятку, попробую шестерку Тепсел, десятку Тепсел на 21700 и пятерочки, конечно, оригинальные. Десятка, к сожалению, только одна, потому что вот в эту пилу 21700 не влазит вообще никак. Вторую батарею просто рядом не поставить. Слишком маленькое расстояние между аккумуляторами. А здесь расстояние чуть побольше, и сюда можно уже поставить одну батарею на ячейках 21700. Так что такой тест тоже будет. Время распиливания, естественно, я замеряю. Все будет показано, и в целом я хотел бы проверить удобство работы с первой и со второй пилой. То есть, как вот ощущается, насколько комфортно, насколько удобно работать этой или этой пилой. Итак, начнем с 5-амперных аккумуляторов. Это оригинальные. Здесь полный заряд. Брус 100 на 100. Сосна. Брус 100 на 100. Продолжение следует... Теперь то же самое с пилой 356. Те же самые аккумуляторы. Заряд все так же полный. Те же самые аккумуляторы. Те же самые аккумуляторы. Даже носком пилы работать очень комфортно. Она прям быстро гребет. Очень быстро гребет дерево. И сильно давить не нужно. Если то же самое попробовать сейчас проделать с вот этой пилой, здесь все будет уже не так хорошо. Нужно довольно сильно давить на пилу. Большая вибрация появляется. Шина подпрыгивает. Из-за этого хуже гребет дерево. И вот даже видно, как брус начал уползать. Хотя он даже струбцинами прижат. Вибрация сильная. Если бы не было прижато струбцинами, было бы еще хуже. В общем-то я не говорю, что пила плохая. Просто очевидно, что она слабее. И очевидно, что... Ну, я просто хочу показать, насколько. Какая разница. Чтобы люди, которые покупают, чтобы они как бы, ну, были готовы. Чтобы их результат не разочаровал. Еще один интересный тест. Сейчас опять на 5-амперных батареях это все сделаю. Здесь, помимо одного режима запуска, обычного, на мощность 1200 Вт, есть еще и специальный режим. Турбо. Двоечкой обозначено. Нужно подержать несколько секунд. Вот так. И запускается турбо режим. Работает где-то в течение 1 минуты. И мощность повышается до 1400 Вт. Сейчас проверим, как будет работать. В общем, скажем так. Засадить пилу все равно можно. Работать нужно с умом. Но пилит она однозначно гораздо быстрее, чем 302 модель. Просто, наверное, раза в три примерно. Быстрее. При этом усилий я прикладываю примерно в два раза меньше. Это просто совершенно другой уровень. Гораздо более мощное пилу. А теперь усложним задачу. Я поставил сразу два бруса. И шина будет работать уже на 200 мм. Это уже диаметр такого, но достаточно неплохого бревна. Аккумуляторы все еще 5-амперные. Все еще полностью заряжены. 302 модель. Видите, чтобы ей нормально пилить, нужно активно работать зубами. То есть вот этой вот штуковиной. Если на них не опираться, пилу вот так вот не тянуть, то выгребает дерево она очень-очень неохотно. Шина подпрыгивает в пазу, которую она сделала. И из-за этого еще более неохотно пилит. Приходится ее постоянно поджимать, контролировать. Ну, в общем, это не очень удобно на самом деле. Мне приходится прямо на эту рукоятку вот как-то вот так вот поддавливать, чтобы она пилила. Если я не буду этого делать, использую ее сейчас как одноручную, то она вот так начнет делать. Просто будет уходить и все. Довольно неохотно пилит. Конечно, если работаешь на зубьях, она вывозит. Ее как бы остановить довольно непросто. Но все же я ее останавливал. Кто говорит, что ее вообще нельзя остановить, это неправда. Ее можно остановить, просто посильнее надавливаете и все. Дух 356, два бруса. Поехали. Легко, быстро, очень комфортно. Шина не подпрыгивает в распиливаемом дереве. Выгребает дерево очень быстро, просто удовольствие получаешь при работе. Сейчас еще попробую турборежим. Так, включил турборежим и разочек с турборежимом. Да, ребята, это, конечно, мощность. Пилит просто потрясающе. У меня даже слов нет. Это пила гораздо более мощная, чем 302. При прочих равных, если есть возможность, конечно, это гораздо предпочтительнее. В качестве эксперимента проверим, как работают пилы на вот этих макитах 2 Ач. Аккумулятор заряженный, ну почти, вот этот подсевший, но это не страшно. Гораздо медленнее, гораздо легче ее остановить. Мощность прям сильно меньше. Дуг 356. На этих же самых аккумуляторах это вообще смешно выглядит, я даже не знаю. Ну, попробуем. Слушайте, нифига себе. А она пилит на них, наверное, конечно, помедленнее, но, блин, все равно настолько быстро. Естественно, если я еще поднадавлю, она засядет, остановится. Но, как она сейчас шустро пилила, я думал, что хуже будет. И нифига, она не останавливается вот так вот, ну то есть прям совсем легко. Нет такого, что вот там касаешься дерева, и она прям все, сразу встала. Тащит и очень даже хорошо тащит, ребят. Так что, очень интересно, очень. Ну-ка еще разочек, сейчас. Просто кайф. Вообще. Вот это мощность. Обалдеть. Ну, в принципе, что? Я не знаю, как бы, есть ли смысл проверять другие аккумуляторы. Ну, давайте для того, чтобы я не зря их, что ли, сюда привез. Попробуем с другими батарейками. Уже за компанию, как говорится. Очень хочется проверить вот такой аккумулятор. 10-амперный. Тепсел. Сейчас мы его сюда зарядим. Поставим еще вот этого монстра. Девятку. Будет два таких бульдозера. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. В общем-то, примерно так же, как на пятерках. Я какой-то большой разницы не заметил. В общем, рабочий вариант. Вполне. Шестерку. И пятерку. Попробуем поставить сюда. Сюда, к сожалению, встают только стандартного размера аккумуляторы. Расстояние между аккумуляторами маленькое. Поэтому только стандартный 1850. Извините. Другого не завезли. В общем, работает нормально вполне. Такой аккумулятор для этой пилы подходит. Ничего не отключается. Сейчас попробую 3-амперный аккумулятор. Я думаю, что 3-амперный проверять на 356 смысла нет. Очевидно, что работать они будут хорошо. Раз на 2-амперных нормально работает. Но на трешках-то точно должно хорошо работать. Итак, две трешки оригинальные. Полностью заряженные. Примерно так же, как и все другие аккумуляторы. Какой-то существенной разницы вообще незаметно. Давайте еще шестерочку и трешку. Вроде как такая, да? Более слабая пара. Наверное. А может и нет. Да, знаете, примерно одинаково. Вообще разницы не чувствуете. Просто потихонечку-потихонечку пилит. Не спеша, но не останавливается. Ну, что я могу сказать. В общем, мне, конечно, 350-часа понравилось гораздо больше. Очень мощная штуковина. Такой невероятной скорости пилит. Это прям неожиданно. То есть пила прям реально крутая. Даже кончиком шины приятно работать. Если той пилой попробовать кончиком шины, то это будет печально. Давайте вот так попробую показать. То есть если вот так вот работать кончиком, да, нужно, допустим, что-то надрезать. Очень неохотно она гребет кончиком шины. Прямо ужасно. И сейчас вот этой попробуем. Мощной пилой. Пятерочки заряженные. Сейчас посмотрим, как работает кончиком шины. Кстати, замечу, что шина тут длиннее на 5 сантиметров. То есть кончиком будет работать как бы еще сложнее. Рычаг больше. И с гораздо меньшими усилиями. Итак, еще хочу показать один момент, для чего может быть полезна именно вот такая компоновка пилы, одноручная. Но вы когда будете выбирать, чтобы вы понимали, в чем преимущество. Почему не классическая двуручка. Классической двуручкой вы обязаны работать двумя руками. Просто в принципе не можете ее держать одной рукой. Она будет у вас так виснуть и все. Это уже можно, во-первых, куда-то дотянуться и держаться рукой за ветку. То есть вам нужно только одна рука, чтобы контролировать пилу. Но даже если вы работаете на земле, все равно будет удобно. Потому что, ну допустим, вы можете взять, условно вы отпилили какую-то ветку у дерева. Вот так ее просто поставили. И можете вот так вот очистить ее от сучков. Работая таким вот образом. Если бы у вас была двуручная, вам бы пришлось бросать ее на землю, как-то придавливать ногой и как-то пилить на земле. При этом возникает большой риск, что вы зацепите шиной землю и затупите свою цепь. Вот здесь же вы никак не рискуете затупить свою цепь. Работаете как бы на весу получается. Ну и также можно машинковать деревяшку. Допустим, остался у вас небольшой брусок, который уже неудобно куда-то положить. Вам неудобно его придавить ногой. Допустим, он слишком короткий. И при этом вот такой пилой вы можете легко его отпилить. Как-то вот так. То есть берете, вот вам нужно отпилить буквально вот кусочек. Вы можете сделать вот так, просто на весу. Иногда это выручает. Такая опция бывает полезна. Но этой пилой покажу то же самое. Точно такой же брусочек. Просто это будет быстрее. Ну вот как-то так. Что будет, если я попробую пилить одной рукой? Просто вот этой рукой вообще не буду держать. Вот так. Легко и непривуденно. Как видите, практически я не прилагал никаких усилий. Она просто своим весом опускается и пилит. И довольно быстро пилит. Если я возьму сейчас щеточную модель, то это будет... Я даже не знаю, как это будет. Это будет очень долго, ребята. Продолжение следует... Примерно вот так долго. При этом рука уже... Я прям пока пилил, у меня уже рука конкретно так вот успела устать. Сейчас я специально не работал зубьями, а показывал именно, как она пилит вот как бы под своим весом. Потому что не всегда есть возможность работать с упором на зубья. Например, если у вас бревно уже отпилено, и оно, ну, банально может укатиться от вас. Вы начинаете тянуть, оно просто укатывается. Незакрепленное бревно. Зубья подходят только для закрепленного бревна. Только когда оно вот плотно к чему-то прикручено или еще растет и никуда не денется. Тогда, да, вот этими зубьями можно упираться и помогать. Но, как я уже сказал, это не всегда возможно. Эта же пила позволяет пилить и зубьями, и без зубьев. Она быстро пилит в любом случае. Усилий тратится гораздо меньше. Мне очень понравилось. Очень приятно работать. Прям вообще... Вот прям кайфанул. Очень здорово. Однозначно рекомендую. Очень хороший аппарат. Так, ну и еще один эксперимент. Как будет выглядеть работа на земле. Ну, то есть прям совсем на земле. Вот, допустим, вы поставили... Положили доску на землю. Что-то под доску подсунули, чтобы шиной не зацепить землю. И вот хотите, как говорится, кончиком шины вот так отрезать. Да, как это будет выглядеть. Большая проблема вот этой пилы в том, что приходится к ней прикладывать усилия. Даже вот сюда хочется как-то вот надавить. Вот так вот пальцами взять и надавить. Или вот здесь помочь. Ну, она прям подпрыгивает. Ей не хватает, не знаю, баланса, может, скорости не хватает. Приходится ее прижимать, чтобы она хоть как-то, ну, ощутимо быстро начала пилить. Как бы мощность есть, но немного неэргономично. Ну, давайте попробуем. 356-ю модель. То же самое, та же самая операция. Насколько удобно это будет. И в плане эргономики, и в плане вообще. Просто как нож масла. Вообще, настолько быстро, настолько легко, я даже не успел устать. Этой щеточной моделью пилишь, и прям вот нужно ее прям заставлять работать. Это же работает за тебя. Вот просто, ты просто направляешь, нажимаешь кнопку, слегка, слегка, чуть-чуть надавливаешь, буквально легонечко, и она идет. Просто идет и выгребает. Это, конечно, совершенно другой уровень. Сейчас вообще будет самый такой эксперимент интересный. 3-амперный Tepsel. Довольно слабенькая батарейка. И 2-амперная Makita. Батареи, ну, почти заряжены. Вот, одного деления не хватает. Не знаю, видно или нет. Вот так вот. Это может быть удобно, если надо куда-то на высоту залезть, где-то на вытянутой руке, что-то попилить. Допустим, где-то на дереве, на высоте. Ну, может быть, удобно. Слишний вес не тащить, да? Ставите вот такие АКБшки. И вот, допустим, не очень большая ветка. Вот, предположим, это имитация той самой небольшой ветки. Одной рукой пилиться вообще легко. Даже не нужно добавлять давление дополнительной рукояткой. И даже снизу вверх. Просто как нифиг делать. И на этих вот аккумуляторах все тащит. Я даже больше скажу, если есть сомнения в мощности. Сейчас вот такой тест. Это специально для тех, кто утверждает, что эту пилу якобы легко засадить, остановить. Так вы просто умеете с ней работать. Вот, слабый китаец. Двушка Макитовская. Двадцать сантиметров дерево. Просто как нифиг делать, отпилило. На легких слаботоковых аккумуляторах. Я уверен, что даже если второй аккумулятор тоже тепсель зарядить, вот такой же трехамперник, она тоже с ним нормально будет работать. Кто говорит, что легко засадить, да, она засаживается легче. Но в том-то весе прикол, что она настолько быстро крутит цепь, что вам не нужно на нее давить. Она пилит практически сама. Когда вы на нее не давите, она пилит прекрасно. В общем, мне очень-очень нравится. Хороший баланс именно вот с двухамперными аккумуляторами. Пила очень легкая, очень удобная. Небольшой перевес есть вперед. Но это даже на пользу. Помогает, как бы, надавливать на шину. Отличный баланс на этой ручке. То есть вот так вот она висит очень хорошо. В целом все нравится. Вот если поставить аккумуляторы полноценные, вот такие аккумуляторы поставить полноценные, то уже становится, ну, примерно 50 на 50. Хотя небольшой перевес вперед все равно присутствует. И на этой ручке немножечко начинает перевешивать к аккумуляторам. Но не сильно. В принципе, не мешает работать, как по мне. Вполне комфортно. Так, что касается вот этой пилы, 302-й, то с большими, ну, двухрядными батареями, баланс у нее, ну, примерно вот такой. То есть вот, держишь, она балансирует примерно 50 на 50. Перевес вперед отсутствует полностью. Таким образом, вот, как бы, довольно тяжелая задница у нее. Просто надо это иметь в виду. И на боковой ручке она висит вот так. То есть, ну, тоже есть ощутимый перевес к батареям. Он более сильный, чем на 356. Именно потому, что здесь аккумуляторы дальше вынесены назад. У 356-й они как бы засунуты вот сюда. Поэтому они не так сильно перевешивают. Здесь же они перевешивают сильнее. Так, если поставить батарею поменьше, пила становится полегче. Приобретает небольшой, небольшой перевесик вперед. Но совсем небольшой. И на боковой ручке балансирует уже... Ну, тоже все равно есть перевес в эту сторону. Все равно к аккумуляторам тянет. Уже поприятнее, но все равно перевес есть назад. Такая вот разница между этими пилами. В общем, по балансу 356-я, как по мне, гораздо удобнее. Зачастую может возникнуть такая ситуация, как необходимость отпилить какое-то бревно, брус, лежащий прямо на земле. Ну, вот бывает. В лесу, например, вы что-то пилите. Давайте посмотрим, как это будет смотреться. 356. Пропилили. Пропилили. Вот примерно так. 356. Так. Макита 300. Вторая. Смотрим. Вот так выглядит пиление 302-й Макитой. Самая большая проблема возникает в том, что ей приходится работать зубьями. Вы, наверное, заметили, что я работал зубьями. И это работает, когда у вас квадратный брус. Но вот когда у вас бревно круглое, то оно просто начинает укатываться. Там либо что-то под него нужно подкладывать, либо что-то еще придумывать. Давайте подводить итоги. Прежде всего, я напомню, что это пилы разных поколений инструмента. И у них разная стоимость. На данный момент Duk 302 стоит около 15 тысяч рублей. А Duk 356 около 27 тысяч рублей. То есть разница почти в два раза. По уровню комфорта, безусловно, лидирует 356-я модель. По замерам, которые вы только что видели, она быстрее примерно в три раза. При этом она шикарно пилит без какого-либо давления на шину. Конечно, все зависит от мастерства оператора и конкретной ситуации. Но тот факт, что вы будете гораздо меньше уставать с этой пилой, однозначен. Я пилил ей и получал массу удовольствия. Мне даже не хотелось останавливаться на том куске бруса, который я пожертвовал для тестов. Хотелось пилить еще и еще. Настолько приятно с ней работать. 302-я модель проигрывает практически по всем фронтам, кроме крутящего момента и цены. Это может вас выручить, если вы пилите что-то невероятно большое, твердое и вязкое, и у вас вагон времени, и вы уверены, что не уснете, пока пилите бревно. Либо если вы не готовы заплатить стоимость старшей модели. Наверняка фанаты Макиты начнут меня закидывать помидорами, но я обе эти пилы купил на свои деньги. Причем начал именно с 302-й пилы, которую купил полтора года назад. Начитавшись огромного количества положительных отзывов на известных торговых площадках и на ютубе, решил взять ее, так как она дешевле, а большие объемы дров мне пилить не нужно. Я был очень разочарован, насколько она неэргономична. Да, ей удобно пилить, используя зубчатый упор, но если вдруг по какой-то причине вы не можете упереться им в бревно, то это конец. Из-за низкой скорости цепи и близко расположенных ручек у вас нет рычага. Шина при работе подпрыгивает и не вгрызается в дерево. Вам придется прикладывать много усилий, чтобы заставить эту пилу что-либо отпилить. И ведь ни один человек даже не намекнул на этот существенный недостаток. И уж поверьте, ситуации, когда вы не можете использовать зубчатый упор, предостаточно. Конечно, все это лишь мое субъективное мнение. Окончательное решение всегда будет за вами. Возможно, в вашем случае именно младшая модель окажется лучшим выбором. Кто знает? Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. И не забудьте подписаться на канал. Будет еще много интересного. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok